Где сильное желание, там опасность, запомните. Но эта опасность не означает плохая судьба. Это означает, что свобода выбора становится минимальной. Понимаете, это не то, что вам точно вы по судьбе должны пострадать. Нет. Это означает, что у вас разум ослаб, и вы, скорее всего, выберете неправильно. Поэтому изучайте, где у вас сильное желание находится в жизни, и с этим работайте. Допустим, гнев, если сильный, значит с этим работать. То у меня гнев по судьбе, опасность большая, с гнева идет. По гороскопу. Поэтому иногда я выхожу из равновесия. Это опасно очень. Это может привести к разрушению судьбы. Ну, то есть у каждого человека есть своя зона опасности. Но мы сейчас говорим с вами не о плохом периоде жизни. Вот, допустим, если ты, как бы, крышу тебе свернула, влюбленность, да, это не плохой период жизни. Это твой выбор. Если у тебя знания есть, ты можешь остановить этот процесс. Ну, то есть плохой период в жизни, это когда у тебя нет сил, там, у тебя жена ушла, там, от тебя муж болезни, там, с работы выгнали. Это плохой период. А если ты послал подальше начальника, просто потому что раздневался, это не плохой период в жизни. Это твой выбор. Ты мог просто прийти сразу, сделать прощение, попросить. Кажешь, начальник, простите, на колени встать, да, я дурак, я же неправильно сказал, я сорвался просто. Он скажешь, ну ладно, иди, и все. И все, и простит месяца через два. Ничего, помучаешься за свои неправильные слова. Ничего страшного. Девушка, вы меня простили там или нет уже? Не знаете еще? Не простила она еще пока, видите? Но если я апельсинку дам, то она меня точно простили. Нет? Апельсинку не хотите, да? А конфетку? Тоже не хотите? Легко не отделаешься, да, Олег Иванович? Понятно. Видите, как все непросто в этом мире. Но если сильное желание есть, то все будет нормально. Прощение имеется уже. Да? Есть плохие периоды в жизни. А есть неправильный поступок. Это разные вещи. Поступки надо свои изучать. То есть у каждого человека есть опасность какого-то неправильного поступка. Эта опасность идет от чувств. Поэтому, виды говорят, чувства – это самая опасная штука в нашей жизни. Они как змеи, которые кусают нас за судьбу. Поэтому человек должен очень внимательно относиться к тому, какие у него есть вот эти опасности. То есть куда его заносят. Кого-то заносит в обиду, кого-то в гнев, кого-то заносит в жадность, кого-то заносит... Вообще в целом есть шесть врагов человека, связанных с чувствами. Первый враг человека называется вожделение. Самый первый враг. Что такое враг? Это значит, что заразу он кусает вот этой энергией, и человек теряет себя. Вот человек, допустим, влюбился, а у него есть жена, дети, все, он потерял себя. Он ничего не соображает в это время, он рушит всю свою жизнь. Когда человек влюбился, он даже перестает чувствовать любовь к своим детям. Представляете, он даже детей перестает любить. Не то что жену. Все, у него полностью меняется вся жизнь. Называется укусили за разум. Змея влюбленности. Или этот враг человека, который называется вожделение, укусил за разум человека. И надо быть внимательным. Если у тебя есть такая склонность, будь осторожен. Иначе твоя жизнь будет разрушена. Дальше второй враг называется гнев. Следующий враг. Когда человек гневается, то теряет правильное восприятие. Допустим, в гневе человек не может увидеть хорошие качества в другом человеке. Он теряет возможность видеть хорошее, когда он разнелся. Гнев или обида, тяжелая обида, это одно и то же. Гнев, обида одно и то же. Это враг человека, он разрушает отношения. Вожделение перекрывает правильный ход жизни. То есть у человека меняется ход жизни. У него меняется всё. Семья, всё вокруг меняется полностью. Гнев, он лишает разума человека. Во время человека гневается, он теряет разумное восприятие объекта своего гнева. Он не понимает до конца, что происходит. Лишается его правильного восприятия. Жадность, следующий, третий враг человека, жадность напрягает человека, сильно сковывает его жизнь. Допустим, это ипотека, классический пример. Перед нами брянцуют ключами от квартиры, говорят, вот обстановка, всё, ваше, прямо сейчас. Человек берёт, правильно. Человек берёт, думает, что вот сейчас он будет счастлив. А на самом деле он отдаёт себя в рабство просто и всё. Он до этого жил в маленькой квартире, но кем? Свободным человеком. А теперь он раб банка. Раньше рабовладельцы были, а сейчас банки просто делают людей рабами. Человек всё время платит, платит этому банку, платит. Платит в два раза больше, чем положено ему для того, чтобы квартиру не было. Страшная вещь. Следующий враг человека называется иллюзия. Иллюзия означает такой какой-то сильный, выраженный обман. Иллюзия. Например, это юг, это иллюзия. Люди думают, на юге жить лучше, чем на севере. Или запад, это тоже иллюзия. Думают, на западе лучше жить, чем на востоке. Это всё иллюзия. Как действует иллюзия? Человек приезжает в Германию, там чистота, порядок. Всё так красиво, люди все вежливо разговаривают. Бог ты мой, я хочу сюда жить. Он приезжает, начинает жить некоторое время и обнаруживает, что? Что между людьми очень слабые связи, очень трудно дружить. Люди даже на работе практически не знают друг друга, не знакомятся. В гости никому не сходишь. Люди все одинокими живут, одинокими. Хотя порядок и чистота в другом. Потому что им нравится эта чистота, деревца обстриженные. Эстетическое чувство людей разное. А способность строить отношения глубокие и очень слабые. И у них там свои страдания вот в этом плане. Хотя там больше люди трудятся, они больше работают в жизни, там занятость людей более высокая. Но отношений меньше. Понимаете? Но мы этого же не знаем, мы видим только внешние вещи. Или мы приезжаем на юг, там солнце, море, там воздух хороший, там фрукты. И мы говорим, бог ты мой, все, еду на юг жить, не хочу на север, здесь все плохо, здесь все тяжело. Приезжают на юг, а там много проблем. Беспардонные отношения, там хамство, предательство, обман, много насилия всякого. Борьба за существование более выражена. Люди очень сильно завидуют, злятся друг к другу, понимаете? Жара вот в этом во всем стоит. Очень трудно с людьми общаться, потому что много эмоций всяких. Кто из вас съездил на юг и удрал назад, на север из-за этого? Есть такие? Почувствовали, да, что тяжело вот из-за этого, что вот? А здесь спокойно как-то, да, хорошо. Видите, то есть, ну и не знаешь, что на юге не надо жить? Нет, которым нравится, на юге вот нравятся эмоции, вот все вот это вот. Ну, как бы, есть разные люди. К каждому жить хорошо, где ему хорошо, где ему подходит. Но я говорю сейчас о иллюзиях разных. Иллюзия. От женщин идет иллюзия, особенно незамужних. Когда женщина не замужем, а когда она одна, она в ней копится эта энергия. Что я принесу тебе счастье. И эта энергия распространяется ко всем людям. Она не выбирает, женатый мужик, неженатый. И все равно эта энергия. Она на всех нападает, мужчин. И как бы... Как тебя зовут, я знаю, только я. Понимаете? То есть, мозги срывают женской энергией. Поэтому мужчины должны осторожно смотреть на девушек, не замужних. Потому что от них исходит вот эта сила, порабощающая сознание. Человек бросает жену, потом детей, и все. То у него крышу срывают полностью. И потому женщины, особенно женщины, понимают силу этой энергии. И они, когда замуж вышли, они следят за своим мужем. На кого он смотрит, на кого не смотрит. Потому что они знают, как это действует энергия. У них реализованный опыт. Они сами срывали кому-то крышу уже. Знают, как это работает все. Поэтому они следят. Смотрит муж, на кого-то начал. Идем. Не смотрите. Помогай. Молодцы. Правильно. Так и надо защищать мужа. Некоторые женщины спрашивают у меня. Олег Геннадьевич, вот мой муж, познакомился с девушкой. Ходит к ней. Говорит, что у нее свидание, просто дружит. Что вы мне делаете? Надо прийти и поцарапать ягодицу. Самый простой поступок. Надо сделать такой негативный опыт у этой девушки, контакта с вашим мужем. Безоблачно не должно быть это все проходит. Надо сделать так, чтобы она почувствовала опасность от этих всех отношений. Вы можете защитить свой мужик. Прийти к ней и поговорить. По-женски. Мужчина тоже, допустим, жена познакомилась с кем-то там. Пришел, сделал точный массаж лица. А вот у меня есть один случай интересный. Один мужчина слушал мои лекции, говорит, Олег Геннадьевич, у меня жена вот влюбилась в человека, и он наглую как бы ее водит из семьи прям. Хотя у нас нормально была семья, все. Вот она как-то влюбилась, что-то вот так получилось у нее. Он такой разумный человек, говорит, что он делает-то? Я говорю, ну вот надо помочь мужчине осознать, что нехорошо вам поступать. Говорит, Олег Геннадьевич, вы имеете в виду? Я говорю, да. Он потом рассказывает мне. Говорит, Олег Геннадьевич, у меня только есть одно сомнение. Я говорю, какое сомнение? Она говорит, жена мне этого не простит. Я говорю, вы не знаете женщину? Почему вы думаете, что она не простит? Простит обязательно. Он говорит, ну ладно, хорошо, я ему верю. Пошел, короче. Ситуация такая. Встретил мужчину, гуляет с его женой прям под ручку. Говорит, ну пойдем как бы поговорим. Ну тут мужчина же, говорит, ну пойдем поговорим. Ну и поговорили. Тут начал отдыхать. После разговора решил прилечь, отдохнуть. Вот. А жена говорит, ты жестокий человек. Она ему говорит, я тебя ненавижу. И пошла с ним домой. И что, потом перестала с тем встречаться. Потому что она видела, кто сильнее. Понимаете, когда женщина видит, кто настоящий мужчина, кто не настоящий. И жажа, олени дерутся перед самками, да? Понты кидают там. Понты – это рога. Ну и что, она осталась с мужем, а тут все перестало с тем встречаться. Вот так все и получилось. Видите, влюбленность закончилась, потому что он испортил весь роман. Понимаете, он как бы всю красоту отношений испортил. Муж пришел, морду набил, все. Иногда так, иногда молитва, иногда как-то еще. Есть фитиль, такая передача. И там есть такой сюжет, короче. Женщина говорит, снимаю с глаз влюбленности мужа в другую женщину. Женщина пришла, заплатила деньги. Говорит, кого влюбился, как зовут, где работают. Все записала, короче. Потом женщина ушла, она звонит, короче. Но это были в те времена, сейчас, может, так не получится. Это был в Советском Союзе. Она звонит туда, говорит, начальству. Вы знаете, что ваш подчиненный, он встречается с вашей подчиненной такой-то. И это создает аморальную ситуацию на всем заводе. Вы должны срочно предпринять какие-то действия и помочь на Хонда 158. Что, нет Хонды ни у кого? 158. Мешает выезду, надо ее переставить. Не признаетесь? Опасно. Начнется там шухер. Нет, наверное, здесь такого человека. Не наша Хонда. И она звонит, и, короче, там все на ушах, весь завод. Как вызвали их, как бы, на собрание. Говорит, как ты вообще, зачем ты портишь репутацию заводу там. И все, короче. Перестал встречаться. И та женщина приходит, говорит, спасибо вам. От сглаза спасли. К женщине-ка ты. Так она деньги зарабатывала. Звонила на завод просто. Итак. Что делает плохая судьба? Вот, допустим, наступил плохой период тяжелой в жизни. Что вот это, что реально происходит? Он действует на чувства. А, я вам не всех врагов перечислил, да? Иллюзия, следующий враг. Что это за враг? Как он действует? Это азартные игры. Азартные игры. Вот эти все вот манит, манит, манит. Что-то там, допустим, юг. Там мне все снятся острова и удивительные страны. Вот. Ну, то есть, человек попадает в иллюзию, что где-то будет лучше, чем здесь. То есть, ему кажется, что там Америка, Америка хорошая страна. Вот. Ну, то есть, кажется, что где-то там вот будет лучше, чем здесь. Это иллюзия. Понимаете? Потому что человек живет внутри своей судьбы. Куда бы ты ни поехал, все равно твоя судьба тебя догонит. Ты от него не убежишь. Это иллюзия. Часто азартные игры именно вот разрушают человека. Всякие вот эти вот желания выиграть, приз какой-то, еще что-то. Это иллюзия. Иногда человек попадает в иллюзию в результате неправильного отношения с верой. То есть, бывает так, что ему начинают неправильно проповедовать. Он продает жилье, отдает деньги в храм, бросает жену ради Бога, бросает детей, куда-то уматывает. Вот. Это иллюзия. Энергия иллюзия. Это враг человека, это демонические силы, не божественные. Расскажу вам одну историю. Одна женщина поверила в Бога и поехала, бросила мужа, хорошего человека, доброго человека, бросила мужа, поехала в поселение в духовное жить. Вместе с ребенком. То стойте, взял, что-то ей напроповедовали там. Вот это, если вам такое проповедовать, бросай мужа, бросай семью, бросай квартиру, бросай все деньги, отдавай куда-то. Это не для Бога. Бог так никогда не делает. Бог никогда не вытягивает у человека ни деньги, ни жену, ни семью, ничего. Вот это неправильная вера. То есть человек уехал, да, бросила мужа. Я вам сейчас расскажу целую жизнь, потому что эта женщина мне рассказала все для вас специально, чтобы вы знали, что так делать нельзя. То есть она бросила мужа, поехала за духовной жизнью. И никому просто в поселение духовное. Начала там жить. Встретила там такого же мужчину, который тоже все бросил, приехал в поселение. Создала с ним семью. Потом у них появился ребенок. С ребенком в поселении жить стало тяжело, потому что там аскетично. В результате они решили ехать в тот город, где он жил, этот мужчина. Он приехал туда, в этот город. Там у него в этом городе была жена с двумя детьми, которую он бросил. Через год мужчина, видно, достаточно разумный. Она обнаружила, что он что-то перестал дома появляться. Оказалось, что он начал жить у своей жены, своими детьми. И потом сказал ей, ты знаешь, у нас с тобой духовный брак, а у меня есть материальный брак еще. У меня есть обязанности перед вот этой женщиной и детьми. А я буду выполнять их. А у нас с тобой духовное отношение. Будем молиться вместе. Вот. А у них тоже ребенок же от него. Ну и в общем она осталась без мужа. А до этого у нее муж отсудил у нее ребенка и забрал его мальчика, своего сына, к себе на воспитание. Она осталась без ребенка. Теперь у нее остался ребенок от второго, но нет у мужа. То есть в результате она потеряла ребенка, нормального мужа, потеряла второго мужа. И потом она долгое время была одна и вышла замуж за пьянчугу просто. Это Бог ей вот так наказал, говорит, вот только третий вариант, только такой. Все, больше вообще ничего не получишь. Вот это называется духовная практика, понимаете? Когда духовная практика указывает на такой вот неправильный путь, когда она разрушает семью, разрушает учебу у человека, допустим, встал на духовный путь, бросил институт, бросил мужа, бросил жену, там и так далее. Это не духовная практика, это самообман. Духовная практика делает жизнь человека устойчивее, крепче. Она учит человеку принимать близких людей, терпеть их, прощать, заботиться о них. Это духовная практика. А когда человек думает, что духовная практика означает все побросать и умотать куда-нибудь, то это не духовная практика. Будьте осторожны. Какое поселение? Я не скажу. Восторожное? Не скажу, я не хочу. Это мой принцип в жизни. Никогда не говорю конкретные вещи, сами во всем разбирайтесь. Не осуждаю никакие направления духовные, никакие веры, потому что это сплетни называются. Я просто вам говорю опыт, который человек получит. Все. Сами потом изучайте, что за поселение, куда люди мотают, все бросают. Делайте выводы. Следующий вид. Враг человека, мы сказали, иллюзия. То есть вожделение, гнев, жадность, иллюзия. Гордость там, где вожделение находится, это не тот же враг. А зависть? А вот зависть – это следующий враг. Или злоба. Зависть или злоба – это одно и то же. Это пятый враг человека. Это страшный враг, который разрушает человеку всю судьбу. То есть вот иллюзия, да, уж бросила все, поумотала за счастьем, да, получила несчастье. Это иллюзия. А зависть или злоба – это что такое? Тогда человек начинает осуждать кого-то, критиковать его, начинает злиться. За что? За какие-то правильные… То есть это правильное осуждение, то есть есть недостатки у человека, но человек раздувает эти недостатки до безумия. То есть он только одни недостатки начинает видеть, человек ничего хорошего не видит. Это называется зависть. То есть почему это происходит? Это как бы, ну вот, допустим, если вы мне скажете, Олег Геннадьевич, вы знаете, я начала слушать лекции одного человека такого очень хорошего. Он врач одновременно и лектор, и вот, ну и хорошо лечит очень. Я у него в основном теперь ваши лекции не слушаю, в основном его лекции слушаю и лечусь у него. И как вы думаете, это хороший человек? Не скажете мне, человек какого-то? То у меня в сердце возникнет такой… Захочется же так сказать, наверное, не очень хороший. Это называется зависть. Или, допустим, молодой человек, в котором вы встречаетесь, вам скажет, что мне девушка другая, понравилась. Как ты думаешь, это хорошее? Я говорю, это ваша подружка оказалась. Вот скажете, он скажет, как это, ты думаешь, это хорошая девушка? Вы скажете, нет. Это зависть. Ну, то есть зависть – это когда есть какая-то конкуренция, понимаете? То есть, ну, есть какая-то вот, ну, то есть, тебя сравнивают с кем-то, жизнь, судьба тебя с кем-то сравнивает. У тебя как бы в сердце возникает такой незримый протест, понимаете? Это зависть. Надо ее себе в сердце ловить и побеждать. Трудно, но возможно. Есть еще злоба. Злоба – это страшная вещь, разрушающая судьбу, страшная вещь. Особенно, если злоба – это на верующих людей идет. Или на людей, которые посвятили себя каким-то добрым делам, Богу. Злоба на этих людей разрушает всю жизнь. Особенно опасно злиться на чужую веру. Часто люди культивируют в своем сердце злобу к другим религиозным системам. Допустим, кто-то евреев ненавидит, кто-то там масонов, еще кого-то, понимаете? Ну, люди ненавидят другие религиозные традиции, понимаете? Это очень опасное мышление. Оно разрушает всю судьбу. Человеку искренне кажется, что только его вера правильная, все остальные неправильные, все остальные секты – это все плохо, понимаете? Вот как определить, кто такой сектант? Вот кто такой сектант? Если человек всех ругает, все веры, кроме своей, это сектант. Причем интересно знать, что сейчас сектанты называются антисектантами, понимаете? Они себя называют антисектантами, и всех остальные традиции духовные критикуют, на чем свет стоит просто. Всех, кроме своей. Это и есть сектанты. Но сектанты – это не вера, понимаете? Внутри религиозной традиции какой-то есть сектанты, есть не сектанты. Понимаете, есть люди, которые нормально относятся ко всем духовным практикам и культивируют только свое. Они верят в Бога, в свои традиции, но при этом уважают все остальное, говорят, хорошо, если у тебя такая вера, вот как бы занимайся, изучай. Это не сектанты. А сектанты, они считают, что все остальные демоны – это злые люди, понимаете? Они считают, что это демонизм – верить в Бога не так, как они верят. Это злоба. Вот эта злоба, это является препятствием на духовном пути у этих людей. Они должны это препятствие преодолеть, и тогда Бог их примет. А пока они будут злиться на людей, на их веру, на других людей, они к Богу не приблизятся. Это невозможно. Бог же создал все эти традиции духовные. И как определить, что это правильная вера? В ней есть священное писание, в ней есть цепь ученической преемственности, в ней в правильной вере есть духовное знание, есть духовные правила, духовные принципы, есть святые люди, святость есть в правильной вере. В правильной вере есть… Она проверена временем. Сотни лет она существует неповерженно. Правильная вера. Понимаете, неправильные веры возникают в уме какого-то человека. Не основаны на священных писаниях. Человек говорит, меня молнией по голове ударило, и теперь у меня озарение наступило, как бы я теперь могу вам дать знание, как правильно жить. Это неправильная вера. Или человек говорит, не диктует священное писание. Кто тебе диктует? Ты изучал, кто диктует? Вот ангелы не диктуют никому ничего. Потому что они, человеку дают знания очень мало, и то, если он сильно заслужит. Например, мать Тереза только одно слово с неба слышала, несколько, одну фразу, только касающуюся ее миссии. Потому что то, что она делала, это в ее ордене религиозном было не принято. Заботиться о бездомных там и все. Не считалось, что не надо это делать для Бога. И Бог ей сам сказал, понимаете, и было откровение, что для меня это надо делать. В результате возник новый орден, другое течение совсем, которое сейчас существует. Понимаете? Откровения, небольшие откровения какие-то. Несколько раз было у Сергея Радонежского откровение, у Серафима Саровска ангелы дают знания очень редко человеку. А вот демоны дают всегда, когда человек хочет быть особенным. Вот хочешь, допустим, быть мессией, они сразу тебе наплетут там в бошку много информации. Когда у тебя такое желание возникло, сразу тебе начнут диктовать, что-то ты будешь писать. Все будет сбываться, потому что у них тоже есть видение судьбы, у этих низших живых существ. Поэтому очень опасно, понимаете, в этом мире. Вот у духов тоже есть способность видеть человека, чувствовать. разок одна женщина, в неё вселился дух. Он означает сумасшествие, всегда означает, что у человека, что такое сумасшествие? У человека слабеет психика, тонкое тело слабеет. И так как человек сам не может контролировать своё тонкое тело, в него входит дух. Это живое существо, которое живёт в тонком теле, чаще всего, которое закончил жизнь самоубийством. И человек, если самоубийством жизнь закончил, ему дальше следующее тело не даёт Бог. Пока он не проживёт свою жизнь в тонком теле, а он не может сам жить, ему надо жить с помощью кого-то, и поэтому он использует психику других людей, чтобы дальше жить. Ну и вот я начал общаться с этим духом. Женщина себя не помнит в это время, сидит, не соображает, а дух со мной разговаривает. Он говорит, ну что, ты меня убедил? Молодец. Что ты со мной сделаешь? Я говорю, тебя выгоню сейчас из этого тела. Раскаивайся и получай новую жизнь. Чего ты здесь мучаешь людей? Он говорит, не твоё дело. С духом я общался. Говорит, сейчас будешь много разговаривать, сам с ума сойдёшь. Это она со мной, женщина, разговаривает словами духа. Можно на духов влиять с помощью камней разных, можно с помощью семян. То есть надо усилить просто психику человека, и дух сразу выходит, потому что у него там не остаётся места, негде жить. Мне разок один ребёнок, также подвержен духом был, я взял ему, поставил камни, правильно всё сделал. И такой ребёнок маленький, 5 лет, старческим голосом так он заговорил, мне жарко, убери эти камни, снимите, сменяйте камни, мне плохо. Такой этот дух, я говорю, матовый, матовый, матовый. Думать о нём не положительно, не отрицательно, думать о хорошем, о чём-то. Допустим, если вы боитесь зла, злых духов, значит, вы в прямой контакт с ними попадаете. И кто помогает вам получить контакт с этими злыми силами? Как вы думаете, кто? Кто являются вот проводниками злых духов? Ну, это да. Мы об этом ещё поговорим. Проводниками злых духов являются бабки-гадалки. Запомните это. Вот вы приходите к такой бабке, она говорит, вас сглазили, вас испортили, крест-одиначество на вас. И вы ещё деньги за это платите. Вот когда вам говорят о злой судьбе какой-то, вас притягивают к этим злым духам. То есть, если вы поверили, что вас сглазили, испортили, в этот момент злой дух в вас зашёл. Есть ещё некоторые психологические практики, которые тоже граничат с этими духами. Вот, например, вы захотели узнать о себе то, чего не положено вам узнать. Например, свою прошлую жизнь, да, решили узнать. И вам предлагают такую практику. Вы как бы начинаете быстро-быстро дышать. Время быстрого дыхания у человека истончается тонкое тело. Он входит в полусознательное состояние. И у него в это время есть желание узнать о своей прошлой жизни. Что, думаете, он получит знание о своей прошлой жизни? Нет. В его психику в этот момент входит дух, злой дух, который ему показывает не его человека, это прошлую жизнь, а свою. В результате человек выходит из этого состояния. О, я, говорит, знаю теперь свою прошлую жизнь. И он вспоминает чью прошлую жизнь? Злого духа. В результате что получается? Дух входит в него. И он потом попадает в домик неизвестного архитектора, понимаете? Где необычная конструкция такая. Двери открываются только с одной стороны. И решетки не снаружи окон, а снутри. Понимаете? Чтобы в этот домик не попасть, не ходите на голотропные всякие эти практики. Это очень опасно. Потому что там вы не узнаете правды о себе. Вы просто попадете под влияние духов. Запомните, дешево, дорогое никогда не купишь. Почему вы не увидели свою прошлую жизнь, не знаете свою прошлую жизнь? Почему? Потому что недостойны. На самом деле, если вы хотите знать правду, то вы часто видите во снах свою прошлую жизнь. Например, кто-то во сне летает. Это значит, что в одной из прошлых жизней вы были птицы, запомнили этот опыт. Кто-то, допустим, во сне кого-то жрет. Значит, вы были хищным животным. Допустим, вы во сне видите какую-то любовь, любите кого-то, да? Но вы не знаете этого человека. Это ваша прошлая жизнь. Или позапрошлая, или позапозапрошлая. Я вам это говорю, потому что это изучаю. Я могу во сне увидеть конкретно, что я вижу, понимаете? То есть я, бывает, вижу во сне, и вижу, откуда это взялось из моей судьбы. Потому что я научился это видеть. И вам тоже утверждаю, что часто во снах человек видит свои прошлые жизни. Он видит какой-то опыт, который он уже забыл. Но этот опыт в его жизни существует. Он никуда не делся. И поэтому он всплывает во сне. Мы живем вечно, и у нас много жизней до этого было. Поэтому придет время, вы узнаете все про себя. Может быть, не в этой жизни. Когда человек становится мудрецом, у него открываются все прошлые жизни, веды говорят. Он все-все-все про себя узнает. Где он жил, как, зачем, какой опыт получил. Все узнает о себе со временем. А сейчас надо просто развиваться как личность. В этом цель человеческой жизни. Если вы не развиваете, вы не узнаете ничего. Эти сомнительные практики все, гипнотические всякие состояния гипноза, это тоже ворота, контакт с духом. Когда человек гипнотизирует, с ним устанавливают вот этот вот речевой контакт. То есть сначала человек попадает под речевой контакт. Понимаете? Потом человек выходит из состояния гипноза. А речевой контакт у него остается. У некоторых уходит, а у некоторых остается. И человек думает, что он контактирует с этим гипнотизером. Нет. Он в это время контактирует уже с духом злым, который принимает образ гипнотизера и продолжает ему что-то внушать. Так человек доходит до психушки. Поэтому этот метод, гипноз, это не метод ни для самопознания, ни для лечения. Это демонический метод, очень опасный. Никогда им не пользуйтесь. Итак, есть следующий, то есть злоба. Следующий враг человека – это безумие. Вот это то, о чём я сейчас говорил. Безумие означает контакт со злыми духами, означает также вредные привычки. Когда человек курит, пьёт, он контактирует с веселящим духом и с духом, который успокаивает человека. Вот через никотин действует дух, который снимает напряжение человека, но забирает у человека свободу. Он подсаживает на себя. Веселящий дух – это тоже дух, который даёт человеку счастье взамен на волю. Вот человек, допустим, начал выпивать, он счастлив, но волю он теряет. Если ему надо быть счастливым в следующий раз, ему надо выпить. Он не может сам стать счастливым без спиртного уже. Потому что, чтобы стать счастливым, нужно над собой усилие волевое совершить. А человек уже не может совершать, потому что он зависим от духа. То есть, чтобы быть счастливым, ему надо контактировать с духом с этим. То есть, выпивать. Это опасная практика очень. Ещё более опасная практика – это наркотики. Там уже другой тип духов действует. Это духи, которые вводят в мир иллюзии человека. То есть, человек погружается в эту иллюзию, ему дают ощущение бесконечного счастья в лакотическом трансе. И человек потом уже не может без этого жить. Ему надо в это счастье войти, в этот мир иллюзии, где очень много счастья. Так человек постепенно разрушает свою жизнь. Это враги человека, они разрушают разум. Вожделение, гнев, жадность, иллюзия, злоба и безумие. Поэтому, вы говорите, у меня на работе постоянно люди разговаривают, о каких-то злятся на что-то. Страна плохая, там, это всё плохое. Это злоба. Это враг человека. Бегите оттуда, не слушайте. Переключайте свой слух на чистый, светлый. Как раздиагносировать плохой период? Вот, допустим, в судьбе плохой период. Как диагносировать? Смотрите. Первое. Резко испортилось здоровье. Не надо искать какие-то причины. Это просто судьба, плохой период. Часто вы думаете, что вы что-то не то кушаете, не то что-то делаете. Само собой. Если бы у вас была хорошая жизнь, вы бы побеждали плохой период. Но в целом, если здоровье испортилось, это плохой период. Это значит, не навсегда. Это придёт время, оно восстановится. Но само по себе, если плохой период указано на то, что нужно менять жизнь. Если здоровье испортилось, вам не хватает контакта с природой. Идите аскезы совершать на природе, пробежки, неподвижные положения тела, посты. И вы выкарабкаетесь, понимаете? То есть, в плохой период надо больше времени уделять здоровью. Означает, больше на природе будет. Теперь. Плохой период связан с личной жизнью. Прошла любовь, завяли помидоры. То есть, с мужем нет контакта, у него какие-то свои дела. Я его не люблю, или он меня не любит, а я страдаю от этого. Это плохой период. Вы думаете, может быть, его сглазит, может, у него любовница появилась. Это плохой период просто. Вот у него появилась любовница, это ваш плохой период. У него это выбор между добром и злом, понимаете? У него экзамен. Но у вас плохой период. Вы должны победить этот плохой период. Вот у мужа, допустим, кто-то появился. Как победить этот плохой период? С помощью молитвы, с помощью добрых дел. Это связано уже с социумом, с обществом, любовь к людям. Понимаете, вот смотрите, представьте такую ситуацию. Допустим, у мужа появилась любовница, но у вас очень много друзей. И все ему говорят, слушай, перестань, да что ты делаешь, давай нормально живи. И он говорит, да нет, я ее люблю. Ему друзья все говорят, мы с тобой не будем дружить, ты плохой человек. Он лишается всего-всего в жизни. И он говорит, нет, я не буду с тобой общаться, пойду к жене назад, потому что что-то у меня жизни нет. Что это значит? Это значит, эта семья, она очень много вложила в людей, в общество людей доброго, что люди спасли эту семью потом от разрушения. Понимаете? То есть, если у меня очень сильное отношение с социумом, то социум не дает мне деградировать. Понимаете? Вот, допустим, есть наставник тоже. Я много раз видел, как наставник спасает семью. Один наставник у жены, у мужа. Это развитая семья. Если у семьи есть наставник, значит, эта семья в благости живет. Как определить, что мы в благости живем? Есть наставник, значит, в благости. И, допустим, повинесло куда-то мужа или жену. Наставник собирает их, начинает им объяснять, как правильно жить. И просто одной беседой разрушают плохую судьбу. Понимаете? Общество людей может спасти от зла, который идет от общества людей. И молитва. Бог может спасти тоже. Можно молитвой отгородить своего мужа от опасности. Иногда это просто как чудо происходит. Один человек, монах, ну, просто распространял книги, духовное знание. Это было в Америке. И, как бы, неожиданно он обнаружил, что он попал в то место, где он раньше жил. И он ходил в публичный дом, там, занимался проституцией. И девочки, которые там его обхаживали, они его узнали, в этих монашеских одежде. А он их очень любил, они им очень нравились. И они говорят, пойдем, пойдем к нам, что ты как-то одет-то странно, заходи к нам, заходи. И он уже устал от этой монашеской жизни и пошел, как бы, к ним. Через дорогу надо было перейти. И в это время подъезжает машина с остальным монахом, говорит, залазь, мы уже все, поехали домой, все. И они его раз, затащили машину и увезли. А он молился Богу до этого, чтобы Бог его защитил от опасности вот этой вот. Ну и Бог его защитил. Ну, то есть молитва спасает человека. Иногда это происходит неожиданно, непонятно как. То есть просто происходит событие какое-то, которое защищает человека и все, от опасности.